приветствую всех с вами михаил сегодня посмотрим на клавиатуру и мышку от бренда dark project клавиатура называется kd1 и мышка называется me2 но сначала несколько слов про бренд dark project во первых это совершенно новый бренд поэтому не вы не я не он ничего не знали однако вот он появился и появился не на пустом месте надо воссозданием трудились те же люди которые создали red square были у меня обзоры на девайс от red square и я также знаю что у первого поколения которое они выпустили были определенные проблемы там протирались клавиши на клавиатуре и на мышке были проблемы со шнуром dark project это не замена red square это просто другой сегмент если red square был в сегменте бюджетном то dark project это такой но я бы сказал средний премиальный сегмент до люксури не дотягивает но вместе с тем это уже такая твердая нормальная аппартура на которой можно играть и не думать о том что с ним что-то случится почему я так думаю потому что я ее потестил потому что я знаю тех технические характеристики и сейчас вкратце про них вам расскажу начнем с клавиатуры значит dark project kd1 на черных свечах стоит 7000 рублей уже такой ну скажем так сегмент приближающийся к брендовым таким большим компаниям но вместе с тем что мне здесь сразу не нравится вот прям сразу в лоб бьет это шрифт ребята тот же самый шрифт что был в red square это ужасный шрифт я в прошлом дизайнер и когда я смотрю на этот шрифт у меня слезы наворачиваются смените его пожалуйста я вас очень прошу уже одним только шрифтом вы сделаете эту клавиатуру намного лучше вот сразу сказал то что не нравится теперь рассказываю о том что здесь хорошо прежде всего что мне понравилось это то что клавиатура небольшая по габаритам она очень похожа внешне и по габаритам на red square black black eyes только здесь чуть получше материалы хотя некоторые намного лучше и что мне нравилось и здесь и там это то что вот смотрите рамки ну приблизительно где-то 55 миллиметров получается это очень здорово потому что когда вы сидите особенно если у вас небольшой стол клавиатура будет больше вы будете биться мышкой окра клайкл край клавиатуры это не очень хорошо в данном случае небольшие габариты вместе с тем клавиши цифровые присутствуют это ну реально хороший формат мне такие нравятся что еще хорошего здесь сделаны переключатели оптические я уже недавно делал обзорная клавиатуру от аурус на оптических свечах и там было очень хорошо то что можно во первых чистить ее очень удобно во вторых если вы смотрели тот ролик вы помните эту клавиатуру я просто помыл под краном и кстати на ней сейчас и играю с ней все в порядке она работает и все хорошо то есть оптические свечи намного лучше чем наши старые добрые механические потому что они обладают по сути теми же свойствами но при этом они быстрее при этом они не боятся там какой-то влаги или еще чего-то ну там сама схема этих свечей сделала так что нет замыкание контакта никого который может через какое-то время прийти в негодность не так не так свечу становил а здесь пересекается просто-напросто лазерный луч и когда этот лазерный луч пересекся с засчитывается срабатывание клавиши кроме того кстати говоря эти свечи можно менять вот смотрите вот так вот так выглядит свеч вы можете его просто достать и после этого просто поменять в данном случае вот в комплекте идут еще коричневые свечи и синие вы можете допустим клавиши в сад поменять на те которые допустим вам больше нравится здесь сейчас установлен черный почему я на обзор попасть попросил именно черную потому что у меня вечная проблема в том что я случайно нажимаю пробел когда играю вот на в саде у меня пальцы лежат и вот большой палец случайно нажимает пробел там свечи красные здесь черные между черными и красными свечами есть разница в том что черные свечи нажимаются чуть-чуть тяжелее и в данном случае это будет препятствовать случайному нажатию пробела кстати у меня на канале есть обзор всех свечей черри хоть это и не черри а гатерон но на 50 миллионов нажатий ну можете посмотреть чтобы понять принцип различий между свечами что здесь еще хорошо здесь металлическая основа то есть клавиатура сама по себе находится на металлической плите она достаточно увесистая здесь нет никаких проблем там с тем что она там гнется куда-то или еще что-то все в порядке материалы тоже хорошие кстати на свечах во первых свечи сделаны по технологии дабл-шот то есть смотрите как видите пластик внутри отличается от пластика снаружи а здесь поделаны отверстия таким образом вы не сотрете краску или еще что-то потому что это по сути пластик вместе с тем эта клавиатура подсвечивается благодаря тому что здесь внутри есть отверстия и вообще-то свет через них проходит то есть это современные свечи на современных кейкапах и ну никаких претензий с этой стороны быть не может кроме того rgb подсветка присутствует достаточно нормально хотя если честно английские символы то есть латиница подсвечивается здесь лучше чем кириллица но ненамного я в конце ролика потушу свет вы посмотрите как она светится чтобы вам было виднее enter большой shift ну в общем не знаю что еще сказать клавиатура они все примерно одинаковые но это клавиатура отличается тем что на в общем-то достаточно качественных материалов из качественным наполнением внутри про то что можно нажимать клавиши сколько угодно думаю говорить не стоит 50 миллионов нажать и в общем с этим проблем никаких не будет устойчивость клавиатуры хорошие вот смотрите у меня стоп ходном ходит при том что я просто пытаюсь сдвинуть клавиатуру я не давлю на сам стол больше добавить на этом нечего увидите в магазине если вдруг будете подыскивать какие-то девайсы можете попробовать если понравится но в общем-то я вам про нее рассказал не пугайтесь что такое dark project dark project да этот людей которые в общем-то уже не первый год делают делают клавиатуру это не какие-то новички и мы переходим к мышке мышка м е 2 здесь я выписал собственно вещи на которые стоит обратить внимание во первых это оптический сенсор pixar 3360 современный сенсор который обладает всеми абсолютно характеристиками в общем-то современного сенсора там отсутствие всяких акселераций угловых привязок и всего прочего в общем нормальный сенсор как в самых топовых мышках ножки тефлон достаточно толстый скользить хорошо ну в общем-то прибрать придраться здесь просто не к чему форма во-первых мышка симметричная в лежит в руке хорошо мне лапа здоровая но и на средней ладони она будет смотреться достаточно удобно как мне кажется то есть ну клавиши расположены в том числе и боковые очень удобно что еще хорошо в этой мышке и такое ну редко встречается даже люксуре мышках от конкурентов здесь установлены переключатели huano blue shell на 20 миллионов нажатий эти переключатели установлены не только под клавишами основными но и вот здесь то есть у вас не сломаются там не источатся и так далее переключатели даже боковые хотя честно говоря я сомневаюсь что боковые переключатели настолько же активно используются в работе как и левый и правый клик колесико колесико вот послушайте она очень-очень качество не люфтит не прокручивается с ним точно все будет хорошо потому что он сделано механическом откуда я от и сиси короче хорошее колесо претензий к нему тоже никаких rgb просто подсветка яркая как видите даже ярче ему клавиатуры все здорово да совсем забыл во первых показать вам как она светится в темноте еще один момент это провод вот у red square была проблема с тем что перетирались мышки вот из-за того что провод смотрел вровень вот здесь вот здесь он расположен немножко вверх и такой проблемы не будет хотя и на red square на последующих версиях это исправили но здесь в общем то сразу не стали наступать на одни те же грабли а теперь смотрим подсветку кстати когда записывал это видео обнаружил интересный режим вы видите что клавиатура подсветка реагирует на мой голос это действительно так она подсвечивает уровень громкости на разных частотах то есть с помощью этой клавиатуры можно мерить а чеха вес 95 грамм ну то есть мышка довольно таки легкая но вместе с тем не ее нельзя назвать вот совсем пушинкой на мой взгляд довольно таки приятный вес хотя я привык к мышке которая чуть-чуть буквально там на пару-тройку грамм наверно полегче может быть дело в хвате но это мне показалось чуть-чуть тяжелее чем я привык естественно для мышки для клавиатуры есть софт где все настраивается и rgb там все 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 это я думаю вы и так понимаете и осталось сказать только то что эти девайсы не могу сказать что меня там как-то вот поразили чем-то или еще что то это просто нормальные добротные девайсы на которые можно обратить внимание если вы будете в магазине и вы увидите больше сказать нечего спасибо за то что смотрели с вами был михаил если вам нравятся мои обзоры подписывайтесь ну если вы конечно здесь впервые не подписаны еще и не забывайте ставить лайки спасибо вам большое всем пока